Глубоко в недрах земли спрятано большое количество сокровищ под названием полезные ископаемые. Это природное богатство, которое люди добывают из земли и ее поверхности. Они используют его в хозяйстве. С помощью ископаемых люди выстраивают и обогревают дома, готовят еду, обеспечивают безопасность и передвигаются на большие расстояния. Все природные ископаемые создаются самой природой многими тысячелетиями. Делятся они на три вида. Первый – горючие полезные ископаемые. К ним относятся нефть, газ, торф и уголь. Второй – рудные полезные ископаемые. Это руды черных, цветных и благородных металлов. Третий – нерудные полезные ископаемые. Песок, глина, гравий и различные соли. Мы рассмотрим некоторые из них. Те, без которых современному человеку пришлось бы очень тяжело существовать. И начнем с самого известного на нашей планете полезного ископаемого. Это нефть. Нефть является одним из важнейших для человечества полезным ископаемым. Это природная маслянистая жидкость, чисто черного цвета, со специфическим запахом. Добывают нефть методом бурения. В месте залегания нефти бурится скважина, глубина которой может достигать 3 километров. И нефть под собственным давлением выходит на поверхность. Со временем давление ослабевает. Тогда нефть выкачивают насосами. Добывают ее как на земле, так и на воде с помощью нефтяных платформ. Только бурят скважину в морском дне. Давайте разберемся, для чего же нужна нефть. Из нее производят бензин, на котором ездят почти все автомобили. От самых маленьких до огромных грузовиков. Корабли браздят океаны на топливе, произведенном из нефти. Самолеты летают на авиатопливе, которые тоже производят из нефти. Ее широко используют в медицине, парфюмерии и химической промышленности. Также для производства пластика, резины, красок, масел, одежды, полиэтилена. И этот список можно продолжать бесконечно. Даже жвачку, которую ты жуешь, делают из полимеров, полученных из нефти. Золото. Золото – это тяжелый, но мягкий металл желтого цвета. Это самый древний металл, и при этом довольно редкий. По приблизительным подсчетам за всю историю человечества, было добыто около 170 тысяч тонн золота. Для сравнения, такой же объем железа в мире добывается за 45 минут, добывая золото в карьерах. Взрывают верхнюю породу и добывают руду, которую вывозят огромные грузовики на фабрику. Там руду измельчают, и с помощью химических и физических процессов из нее извлекают золото. В одной тонне руды всего около 3 граммов золота. Так же, как и уголь, золото добывают и глубоко под землей в шахтах, извлекая и поднимая на поверхность руду, которую отправляют на обогатительное предприятие. Есть и еще один способ добычи золота – с помощью плавучей фабрики под названием «Драга». Она черпает грунт с помощью множества ковшов. Внутри «Драги» грунт тщательно промывает водой, извлекая из него золотой песок. Из золота делают ювелирные украшения. Также его применяют в косметологии и электронной промышленности. Каменный уголь Считается, что это самый древний вид топлива, который использовали наши далекие предки. Место залегания каменного угля называют угольным бассейном. Существует два метода добычи угля – открытый и закрытый метод. Первый используют, если уголь находится не глубоко под землей. В случае, если верхний грунт из мягких пород, то его просто расчищают бульдозерами. Ну а если твердый, то его взрывают. Закрытый метод используют, если залежи угля глубоко под землей. В этом случае строят шахты. Вырывают тоннели, которые могут достигать глубины до 4 километров. На такой глубине добывают уголь и поднимают его на поверхность с помощью вагонеток и лифтов. Используют уголь на металлургических заводах при производстве чугуна, стали, выплавке железа. Также из него добывают серу, цинк и свинец. В результате химической обработки каменного угля на сегодняшний день получается выше 400 видов промышленных продуктов. Природный газ образуется в недрах земли при разложении органических веществ без доступа кислорода. Для добычи газа бурят скважины длиной до 7 километров и устанавливают фонтанную арматуру, через которую и осуществляется отбор газа. Дальше газ по трубам отправляется в головное сооружение, где проходит очистку от примесей и переносится на распределительные станции, из которых отправляется в наши дома. Природный газ широко применяется в качестве горючего в жилых, частных и многоквартирных домах для отопления, подогрева воды и приготовления пищи, и еще как топлива для автомобилей. В химической промышленности, как исходное сырье для получения различных органических веществ, например, пластмасса. Мы рассмотрели лишь несколько полезных ископаемых, но даже без них наша жизнь сильно бы усложнилась, не говоря уже обо всех, которые использует человечество. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк.